Музыка Уважаемые участники, мы приступаем к официальному открытию 16-й международной выставки «Склад, транспорт, логистика» и в этом году она 2009. Выставка организована экспоцентром при участии и поддержке Министерства сельского хозяйства, Министерства транспорта и так и проходит она под патронатом Торгово-промышленной Палаты России. Выставка берет свое начало с 1978 года, то есть она уже более 30 лет. Она иногда проходила с периодичностью через несколько лет, а сейчас она у нас с вами проходит ежегодно, каждый год. Востребованность выставки, ее профессиональная направленность подтверждена знаками УФИ, это Международная Организация Выставочников и Ярмарков, а также знаком РСВА, это аналогичная Российская Организация Выставок и Ярмарок. В нашей сегодняшней выставке принимает участие более 150 фирм из 11 стран мира. Из них 130 фирм – это российские фирмы. Это говорит о профессионализме наших фирм, о качестве их продукции, и это внушает в нас большой оптимизм, что и в дальнейшем российские фирмы будут представлены на выставке в все большем и большем объеме со своей новой продукцией. Выставка, как вы знаете, традиционно, она насыщена деловой программой, но вот в этом году у нас есть еще, так сказать, новинки. Я зачитаю, чтобы так не ошибиться ни в одном слове. Значит, у нас 26 октября будет проходить территория таможня, тематические дни, 27-го – день логистики и 28 октября – складской комплекс. Но главным событием деловой программы у нас станет международная конференция перспективы развития транспортно-логистической и таможенной инфраструктуры в Центральном федеральном округе. В рамках этой выставки также пройдут семинары, презентации, брифики и так далее. Вы знаете, ну время как бы сейчас вот кризис, сложное время есть. Но я хочу сказать еще, что участники сегодняшней выставки, которые принимают участие, они поступили очень мудро. У выставочников есть такое одно определение, что в выставках надо принимать участие ежегодно, а в кризисное время – в обязательном порядке. Поэтому я говорю, что вы все поступили очень мудро, и вы опять остаетесь на рынке, и это место никем не будет другими занято. Я хочу всех вас поздравить с открытием выставки. Пожелать хороших результатов, хороших контрактов, перспективных переговоров. И мы вас всех ждем в будущем году. Я хочу поприветствовать наш почетный президиум, сегодня поблагодарить их за участие в сегодняшнем открытии. И сейчас я хочу предоставить слово, прошу прощения, я здесь, первому заместителю, начальника Центрального таможенного управления ФТС Российской Федерации, полковнику таможенной службы, Валерию Ивановичу Селезневу. Добрый день, я рад, что мы принимаем участие в открытии выставки склад транспорт-логистика 2009. Это символично то, что буквально накануне 24-25-го была проведена выставка таможни 2009, которая являлась юбилейной десятой по счету. И она, данная выставка является как бы переходным, продолжением процесса именно таможни, именно склад. Данная выставка является наиболее актуальной и значимой в нынешнее время, с учетом того, что таможенные органы Российской Федерации сейчас реализуют концепцию по переводу таможенного оформления и переводу таможенов на таможенную границу Российской Федерации. Мы знаем, что регион Москвы, Подмосковья в свое время очень сильно был развит в этом отношении, и складская инфраструктура практически находилась на высоком уровне. Сейчас такой же уровень нам необходимо будет создать и на пограничных территориях. Особенно это касается нас, как руководителя Центрального таможенного управления в складских и таможенных органах непосредственно Центрального федерального округа. В настоящее время требования, предъявляемые к складским терминалам, крупным таможенно-логистическим терминалам, они очень высоки. Это и складское оборудование, подгрузоразгрузочная техника, и ячеечное хранение, и перспективные складские технологии, современная логистика. То, насколько успешно современные наработки и перспективные технологии в складском деле будут внедрены на таможенно-логистических терминалах Центрального федерального округа на начальном этапе и всей Российской Федерации в целом, будет зависеть не только успешная работа таможенных органов, но и также складской бизнес, а также благополучие и нормальная работа участников внешней экономической деятельности. Мы надеемся, что то, что мы сегодня сможем увидеть на этой выставке, будет максимально быстро внедрено при строительстве терминалов в пограничных территориях, что в свою очередь создаст новые рабочие места, позволит разрабатывать большие и крупные инвестиционные проекты по созданию этих таможенных терминалов. Потому что мы сейчас должны с вами совместными усилиями создать ту инфраструктуру, которая не будет уступать, а где-то в каких-то вопросах превосходить все западные аналоги и те крупные терминалы, которые мы знаем, и находятся в Западной Европе и в крупных странах. Поэтому то, что мы сегодня здесь планируем увидеть и то, с чем ознакомиться, я считаю, что это будет фундаментом дальнейшей нашей совместной деятельности и нашего совместного успеха. Федеральная таможенная служба в целом и Центральная таможенная правительство возлагает большие надежды на те фирмы, те организации, которые будут развивать в ближайшее время складской бизнес и поднимут его до современного уровня. Хотелось бы пожелать удачи всем участникам данной выставки и хотелось бы, чтобы все технологии, которые здесь сегодня будут выставляться, нашли практическое применение, а не остались просто выставочными экспонатами. Спасибо большое. Удачи всем в проведении выставки. Спасибо, Валерий Иванович. Слово предоставляется заместителю директора Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности регулированной агропродовольственного рынка и качества продукции Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Сергею Николаевичу Серегину. Спасибо. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, разрешите поприветствовать вас от имени Министерства сельского хозяйства на этой выставке. Я должен сказать, что тематика выставки «Транспорт, склад и логистика» для агропромышленного комплекса России имеет огромное значение, потому что она позволяет нам видеть весь горизонт работы агропромышленного конвейера и агропродовольственного рынка от людей, которые производят сельскохозяйственную продукцию, которые ее перерабатывают и которые реализуют. Только в комплексе вот этих всех звеньев мы можем получать большой экономический эффект, повышать устойчивость агропродовольственного рынка, не давать ценам в розничном рынке поднимать такие неуправляемые параметры. Поэтому сегодняшняя выставка с этой точки зрения, конечно, играет большое значение. Я думаю, что сегодня и посетители, и участники выставки могут ознакомиться с последними достижениями, которые есть в этом секторе экономики, с тем, чтобы внедрять, как мой коллега предыдущий сказал, эти все новинки у себя на производстве, с тем, чтобы наша экономика развивалась и чтобы продукция агропромышленного комплекса, назначенное время, назначенное место и определенного качества поставлялась до потребителей. И разрешите мне зачитать приветствие министра сельского хозяйства Елены Борисовны Скрыни. Уважаемые дамы и господа, от имени Министерства сельского хозяйства Российской Федерации приветствую вас на 16-й международной выставке «Склад транспорт-логистика-2009». Тематика выставки отражает насущные потребности развития агропромышленного комплекса по сохранению выращенного урожая, снижению затрат на доставку готовой продукции потребителей. Проводимые мероприятия будут способствовать реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, внедрению современной техники и технологии сельскохозяйственного производства, нацечению рынка страны качественной продукции. Выражаю уверенность, что выставка будет способствовать решению задач в области продвижения товаров и оказания услуг на агропродовольственном рынке России. Желаю участникам выставки удачи и плодотворной работы. Министр сельского хозяйства Российской Федерации Елена Борисовна Скрынникова. Уважаемые участники, по поручению почетного президента, я объявляю выставку «Склад-транспорт-логистика-2009» открытой. «Склад-транспорт-логистика-2009» открытой. «Склад-транспорт-логистика» 적이 в нашейams後 в 관�енности «Склад-транспорт-логистика». «Склад-транспорт-красное хлеб» «Югиллange» «Пел�� rookieskaたли п penso» «Югиллгтедушка» «Фильмператор-возвияк» «азначена aurink» Субтитры подогнал «Симон»